Водить ротом это мое любимое занятие. Париж встал в пробках. Она говорит, что он скотина переехал в зебру. Зебру сделал на перекрестке. Ну все понятно, он перекрыл движение вот другой фини. Видишь? Да, на перекрестке это да. Это нормально. Мы идем в кафе Шекспира компания. Да, я видел такие знаки. Это программа? Да. Эта программа типа Убера тоже. Ой-ой-ой, все, молодцы. Но с этой программой надо просто разобраться, потому что у нас друзья заплатили 50 евро за такси. Такси не нашли, то ли не дождались и деньги им не вернулись. Возможно, как-то есть в этой программе возможность возврата. Мы просто знаем, как это делать в Убере, поэтому мы пользуемся Убером. А вообще вот J7, такси. Такая же штука. А где девочка, которая поет? Нету. Смотри, тут надо послушать, какая-то экскурсия происходит. Кафе Шекспира компания. Так хорошо они пристроились к знаменитому магазину, но я, честно говоря, не знаю, какое они отношения имеют к самому магазину. На мою пришли кофе выпить сюда. Снимать в магазине запрещают, но мы уже показывали вам скрытую съемку. Так что, если тихо, то можно. В общем, сегодня у меня еще одна история про Шекспир и компани. Я очень люблю иллюстрации книги Меган Хесс, которая делает иллюстрейшены ко всем модным домам, Диор, Шанель и все подобное. И мне нужна была еще одна ее книжка, которая вышла. Она называется Париж, собственно говоря. Фэшн Париж. То, что доктор прописал. Собственно говоря, она мне прям очень нужна была. Я ее ходила везде, спрашивала во всех магазинах. Ко мне говорили, сорианс, книжки нет, дебильное слово прилипло ко мне. Книжки нет. И тут мы пришли в Шекспир и нам говорят, да книжка есть, сейчас закажем, через неделю придет. Да? Да, мы сделали предзаказ, заплатили 5 евро. Цена будет такая же, 20 евро за книжку. То есть цена не стоит доставка, они не берут стоимость доставки. Я думаю, что доставка еще будет стоить денег, потому что книжка вышла в Нью-Йорке. Извините. И она говорит, неделя книжка будет ваша. И мы дали ей 5 евро и ушли уже. И она тут говорит, ой, сориан. Сориан, но что-то я напутала. И она говорит, ваша книжка-то еще не вышла. Она говорит, ваша книжка-то выходит только через неделю в Нью-Йорке. С 1 октября, да, она сказала только? Короче, я с них требую книжку, которая еще, оказывается, это, видимо, она рекламирует как предыздание, видимо. То есть я с них требую книжку, которая еще не вышла в печать. Ну, в общем, дальше все сложилось тоже хорошо. И она сказала... Ну, их это не смутило. Ничего страшного? Две недели книжка ваша. Да? Да. И она говорит, что вот, 6 октября приходите за книжкой. А они что, они нам еще пришлют имейл, да? Они пришлют имейл, когда книжка поступит в магазин, и мы придем ее заберем. Ну, вот придем и снимем вторую часть. Вот просто даже интересно про такой сервис. Чувствуешь себя человеком нормальным. Захотел книжку, принес деньгу, получил книжку. Ну, да, и нет проблем, при том, что печатают их в Нью-Йорке эти книги. Да. А вот в России дождись эту книжку. Да никогда. Ну, да. Ну, либо она стоить будет просто как золотая. И в итоге они еще мне и поставят свой штампик Шекспиро Компани. Да, знаменитый штампик ставят бесплатно. По желанию. Кто не хочет, может не ставить. На, расскажи, как эти придурки чуть дверь не сломали. В общем, у нас есть тут Мила и Поль. И они сейчас чуть не сломали ворота. Пытались выйти из своего дома. Но немножко не перепутали тот выключатель. Берем машину и едем встречаться с подругой. Ой, мы не нарезали еще смешных песен, там, как мы пели с вами. Мы еще много чего не нарезали. У нас должок за нами. Молодец. Классно. Спасибо, спасибо. Я Тимати. Окей, я Тимати. Лада сюда. Баклажан, баклажан. Давайте купим эту штучку. Ну, пойдем. Ты будешь? Я нет. А ты будешь? Я у тебя так кусочек. Нет. Пойди мне везде, если вы говорите их слова. А прикольно это. Она, наверное, учителя. Смотри, какой лес. Ммм. Чесай. Блин. Да. Это вкуснее, чем я думал. Синь и лимоны. Нормально. Мы с нашим тикетом. А номер машины не замешает? Мы потеряли тикет. Мы пришли на подземную стоянку, забирать подземную машинку. Но тут проблема такая, что мы потеряли тикет. Эти два, вот и люксембурженка, и французец, и французец. Французец, люксембурженка. Люксембурженка и француз. Вот потеряли билеты. Теперь мы не знаем, как нам уехать, как нам машину отсюда забрать. Очень странная штука. Вот. На самом деле, вот под Парижем, в центре парковок же нет. Поэтому здесь есть подземные парковки, в которых очень свободно. У них всегда есть места. И можно машину бросать там. Бросать машину и забирать, когда нужно. Вот такие автоматы, как у нас на парковках стоят для оплаты. То есть это все просто делается. Сколько стоит, не знаю. Теперь они звонят, чтобы сказать. Пропал куда-то наш билетик. И мы не можем теперь выехать с парковки. Но почему-то я не удивлен. Когда мы собираемся в четвером, всегда случается какой-то мэр. По идее, он же не может туда. Он не вышел, чекет. Чекета нет. А он где должен быть? Он должен бы вылезся от него. А он не вылез? Может, он обратно засунул? Я думала, его потеряли. Нет, он его засунул, потом когда-то делается. А можно позвонить кому-нибудь? Давайте как раз мы потукаем. Мы звоним. Кому? А, это они звонят. Кому они? Ждем. Сервис. Давайте еще здесь позвоним. Нет, тут не надо. Это же другой автомат. Не надо. Давай всем позвоним. Это разные сервисы. Давай позвоним всем. Они такие нудные. Да просто тут воняет звездочкой. Там у меня уже глаза начинают вытекать. Проблема у нас, говорит, слышишь? В общем, пока не выясняют, я объясню, что случилось. Пол вставил билет, оплатил и забыл достать, видимо, билет. Только билет не вылез обратно. То есть мы теперь не можем машину забрать, потому что у нас нет билета. Сейчас выясняю со служб поддержки, что происходит. Ваш тикет? Потому что мы ждем, когда мы ждем, когда мы ждем. Я бил, а потом я не забыл. Ой, смотри, все еще. Он? Автомат? А он знает, какой наш тикет? Ну, он видит, да. Ну, он видит же оплаченный, вытащенный, не вытащенный. А он оплатил? Да. А, еще он... 8,05 там, чтобы было евро. Сколько это было? 8 евро. Что? Ань. 8 евро. 8 евро. 8 евро. 8 евро. Дорого. А, миссия? Извините. Есть еще один вопрос. Потому что у нас есть тикет. И я не понимаю, почему мы платили за 1 час. Мы платили за 8 евро. И мой маленький парень, он платил за не думать. Он говорит мне сейчас... Ты можешь мне показать, что это сколько? Я не знаю. Ты не получил ли уроки? Нет, я не получил ли уроки. Нет, я не получил ли уроки. Так что 8 евро, я думаю. Вы платили за 8 евро? 8 евро за 1 час. 8 евро за 1 час? Да. Это немного. Я думаю. Нет, я не знаю. Нет, это немного. Я знаю. Нет, никто не скажет. Нет, я не знаю. Я не встречаюсь. Нет. Не знаю. Нет, я хочу помочь. Я disclaimer к вам. Ты не знаешь, что вы с нимoke? Нет, я не respondов. До новых встреч. Может, я не рад. Это не знаю. Нет, спасибо. Общая нед Free. Все, мы должны открыть так. Все нет билетия. Нет билетия. А ты с ним что ругалась? Ты куда пошла? Нет. это мы придали пахки я уже все дорого он не сказал что мадам царя на это парик и он и он включил самара что за час 8 в общем билет нам не дали машина сломалась аппарат там за ночь по 40 евро еще стоянка слышишь она просто получит штраф не будет его плачивать перегруз мы сейчас уедем с полем вы на улице и оставите а мы такие все уходи уходи я здесь стей бэк стей бэк стей бэк мы вернулись чтобы рассказать все таки про этот монумент потому что прошлый раз мы информацию о нем сразу так не нашли в общем эта штука называется человек слушающий и создал ее архитектор энре если не ошибаюсь миллер и в восемьдесят шестом году она была сюда водружена история гласит что вот эта голова сделана из восьмидесятитонной глыбы то есть это монолит рука понятно это отдельная каменюка что она символизирует до сих пор загадка этот человек что-то слушает то ли голос франции то ли звуки из собора которые рядом находятся в общем каждый для себя это сам понимает а что они туда прутся а прутся они туда потому что если этому человеку на ухо нашептать какую-нибудь свое пожелание то оно обязательно должно сбыться исполнится есть такая там сидит их службы и записываются да или Дед Мороз кто там там сидит их тайная служба так что это такой исполнитель желаний но насколько они исполняются я не знаю в интернете я свидетельств этому не нашел но люди хотят верить чудесам поэтому они сюда ходят и что-то ему на ухо шепчет я не пойду я думаю тоже потому что неизвестно кто это будет то есть записывать да или записывать ну в общем вот такая вот интересная скульптура получилась и туристов и людей здесь много и как видите она без постамента прям на земле все это все это дело лежит ну вот такая короткая история и и Продолжение следует...